Региональные новости в эфире канал АПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. В составе транспортного флота Северного морского пароходства пополнение предприятия приобрело два сухогруза. Оба получили имена прославленных капитанов участников северных конвоев. Первый, теплоход капитан Сахаров, уже стоит в порту под погрузкой. Судно капитан Коковин только готовится к рейсу в Англию. Оба сухогруза по морским меркам небольшие. Ширина около 13 метров, длина чуть больше 80. Несмотря на это, грузоподъемность более 3000 тонн. Теплоходы будут перевозить пиломатериалы из Архангельска за границу. В Архангельске сегодня начались областные игры по пожарно-прикладному спорту. Отборочный этап прошел в 19 муниципальных образованиях. В финал регионального этапа вышли 10 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Пинниги и Коноше. Репортаж Олеси Кокиной. Мальчишки и девчонки разминаются на мокром газоне. Но и вид спорта предполагает готовность к экстремальным условиям. Школьники соревнуются в трех дисциплинах. Стометровка с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице и боевое развертывание. Словно пожар будут тушить. Это будут мишени, которые надо будет заполнить водой на время. Я думаю, те, кто занимается пожарно-прикладным спортом, это сильные, ловкие, закаленные бойцы, которые готовы к любым преградам. В стометровке важно как можно быстрее преодолеть препятствия, схватить два пожарных рукава, пробежаться с ними по деревянным брусьям и подготовить шланги для тушения условного возгорания. Антон Березин уже пять лет занимается пожарно-прикладным спортом. В прошлом году защищал честь Архангельской области на этапе северо-запада. Рецепт успеха уверен парень в упорстве. Упорным, усердным, как и в любом спорте, надо просто стараться. Есть желание, так будет результат. Погода вносит свои коррективы. Бревна и стенку для стометровки приходится постоянно протирать. Экипировка также должна быть соответствующей. Требования одних к участникам, соблюдение охраны труда, то бишь это получаются длинные штаны, длинный рукав, кофты, каска, соответственно, и спортивная обувь. Подъем на башню по лестнице – один из самых зрелищных этапов. Бойкие школьницы из Коныша штурмуют сооружением под крики болельщиков. Но не все готовы так ирьяно броситься на штурм здания. Для многих участников пока это непреодолимое препятствие. Там не все особо получается. Нужно больше тренироваться, больше готовиться, и тогда будет какой-то результат. А пока лично я не особо готова не штурмовать лестницу, показать какой-то результат. Личные победы ведут к общему триумфу. Из победителей регионального этапа сформируют сборную Архангельской области для участия в соревнованиях Северо-Западного округа. Они, кстати, пройдут в столице Поморья в конце июня. Аля Секокина, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. К другим темам. В июне в Архангельске начнут обновлять дорожную разметку. На дорогах с интенсивным движением транспорта будет использоваться холодный пластик, чтобы увеличить срок службы разметки. На остальных участках планируется применить специальную краску. Кроме того, по гарантии будет обновлена разметка на проспекте Никольский, улице Малиновского, Адмирала Кузнецова, Роза Люксембурга, а также проспекте Ломоносова. Срок гарантийных обязательств составляет полгода, и подрядчик должен будет восстановить маркировку за свой счет. Приставы начинают охоту на должников. В регионе стартовала акция «Вспомни о ребенке за платье алименты». В ее рамках проводятся рейды по квартирам тех, кто забыл о своих обязательствах перед детьми. Арест имущества, ограничение в праве на управление транспортным средством, привлечение к административной и уголовной ответственности. Таков список проблем, которые ожидают должников по алиментам. Чтобы напомнить алименщикам о своих обязанностях, сотрудники Федеральной службы судебных приставов проводят акцию «Вспомни о ребенке за платье алименты». Данные акции у нас проходят регулярно. Результаты бывают разные. То есть, если должников застаем дома по адресу, проверяем имущественный комплекс, проводится арест имущества, который далее реализуется в счет погашения за должности. Большинство из тех, к кому приставы вынуждены приходить лично, лишены родительских прав и ведут асоциальный образ жизни. Взыскать что-то с таких людей – непростая задача, а иногда и опасная. Если должник дверь не открывает, что мы можем сделать? Мы заставляем извещение. Если открывает, выходим в квартиру первыми, обеспечиваем безопасность судебно пристава исполнителя. Если угрожает опасность, то применяем физическую силу, вызываем полицию, ГБР. В этот раз применять силу приставам не понадобилось. К сожалению, им вообще не удалось встретиться с должниками. Кого-то не оказалось дома, кто-то просто не открыл двери. В двух адресах составлены акты об отсутствии должников по месту жительства. То есть, они в данный момент уже не проживают по данному адресу. И один из должников проживает совместно со своей взыскательницей, то есть, со своими, в том числе, несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день у судебных приставов на исполнении находится свыше 14 тысяч делов взыскания алиментов, из которых исправно выполняются только 6 тысяч. Остальные должники либо скрываются от уплаты алиментов, либо не имеют средств, чтобы их выплатить. Михаил Меньшенин, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. Продолжаем. Региональный Роспотребнадзор открыл горячую линию по детским товарам. С 22 мая по 5 июня по телефону 8 800 200 ровно 1509 можно проконсультироваться по вопросам качества и безопасности. Одежды, игрушек, питание, а также организации отдыха ребят. Звонки принимаются по будням с 9.30 до 13 часов. Архангельск вновь отправляет своих спортсменов бороться за медали, на этот раз в Череповец. Там пройдет чемпионат Северо-Запада по боксу. Честь нашей области защищают воспитанники из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Соревнования пройдут в четырех весовых категориях. Победитель получит право участвовать в чемпионате России. Июнь приближается к нам, а с ним, невзирая на погоду и летние виды спорта. Так волейболисты Архангельска накануне открыли пляжный сезон. Репортаж Алексея Карельского. Пляжный волейбол открывает сезон. Куртки сброшены, под ногами нежный песочек, на лицах улыбки. Завидуете? Зря. На площадке 10-й школы бегают не только ребята, но и мурашки по их телам. На улице плюс три, мяч, что и дело, ледяным ветром сносит. Но истинным фанатам спорта это не помеха. Мышцы, конечно, сковывают, но те, кто любит волейбол, они приходят и играют. Им это все равно доставляет удовольствие. Даже если ветер очень сильный, все равно это определенные эмоции, которые никак не передать. Непередаваемые ощущения испытали участники переноса столицы Поморья. На турнир заявилось без малого 20 пар. Участвуют три возрастных группы среди юношей и девушек. Года 2001-2002, это средний возраст. Младший 2003-2004 и старший 99-2000. Ребята в основном из Архангельска, конечно, потому что турнир городской. Но есть пара из Каргополя, из Северодвинска приехала пара. Уровень мастерства и взаимодействия с напарником разный. Есть и победители переноса Северо-Запада, есть и те, кто только налаживает командные связи. Как, например, Андрей Ягумнов и Владимир Насулин. До медали не добрались, но зато и первый блин не вышел комом. В дебютной встрече они одержали верх. Мы сегодня первый раз играем, у нас много ошибок, но вообще не получается. Что конкретно не получается? Пасывать, делать передачи и все. Ничего. На следующих выходных предоставится еще один шанс попрактиковаться. На сей раз на областных соревнованиях. Они будут отборочными на первенство России. Неплохой шанс попасть на состязание рангом выше имеют победители турнира у 10-й школы. В числе триумфаторов пары Виктор Шумских-Максим Ковалев, Никита Пихтулов-Максим Бичурин, Виктория Лудкова-Юлия Ромашова, Елизавета Лудкова-Кристина Кукушкина и Мария Карипанова-Мария Карплюк. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Наведи порядок в своем дворе и получи приз. Администрация города решила провести акцию «Выходи свой двор убрать». Она состоится 27 мая во время общегородского субботника. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать снимки своего двора до, во время и после субботника, а также краткую сопроводительную записку к ним. Оцениваться будет результат уборки по принципу «было-стало» и по количеству участников. Победители получат призы. Подробности на сайте администрации города. В свет вышел свежий выпуск газеты «Правда Север» на страницах издания, которая недавно отметила столетний юбилей. Как всегда, множество тем. И вот некоторые из них. Строители приступают к ремонту набережной Георгия Седова. Какой она будет после обновления и с какими трудностями могут столкнуться соломбальцы – об этом читайте на восьмой странице издания. «Каждого приходящего ко мне я мысленно унижаю» – откровение специалиста по быстрым займам на 22-й странице «Правды Севера». Первая городская больница получила лицензию на трансплантацию органов. Для Архангельской области подобная практика в новинку. «Готовы ли мы спасать жизни после смерти?» Об этом в материале на 30-й странице. В свежем номере вы также прочитаете о том, как прошло празднование юбилея газеты в Театре драмы и увидите фотоотчет под заголовком «Правда Севера, 101-й пошел». Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Не прощаюсь и жду вас.